По свидетельствам очевидцев, в Уфу вернулся азат солдат Барданов. Он был замечен шарахающимся по коридорам правительства Республики Башкортостан в минувшую среду 20 марта. Собственно, зону СВО и военную службу на складах гуманитарной помощи отважный воин покинул несколько ранее. И какое-то время тусил в Москве, рассказывая о том, какой высочайший пост его ждет в Республике Башкортостан. Но поняв, что администрация президента Российской Федерации не спешит утвердить его главой администрации Хабирова, азат солдат печально поспешил вернуться на малую родину, опасаясь и обоснованно опасаясь, что может вообще остаться без сколько-нибудь значимой должности. Собеседники Бадранова сообщают, что прежде чем восстановиться на государственной службе, утомленный воин намерен пройти полную реабилитацию в клиниках и санаториях Республики Башкортостан. Как это ни парадоксально, но возвращение со специальной военной операции ближайшего сподвижника может сыграть с Хабировым злую шутку. Эксперты полагают, что излишне триумфальное возвращение Барданова из зоны СВО на государственную службу может вызвать вопросы, гнев и даже возмущение у тысяч мобилизованных, остающихся бессрочно в окопах. Но и естественно вызовет вопросы у членов семьи, тех, кто остается на СВО бессрочно и, как говорится, до завершения полной победы. А вот этот вот кладовщик Барданов благополучно возвращается сытой, располневшей, да еще и на прекрасную государственную должность. Продолжение следует...